Учебный год продолжается. Каждая из школ старается так организовать образовательный процесс, чтобы детям было комфортно заниматься, получать разностороннее развитие. Мы побывали в 14-й школе Хутора Прикубанского. Как там организован учебный процесс, смотрите в следующем материале выпуска. В 14-й школе Хутора Прикубанского обучается 238 детей. Школа является основной общеобразовательной. Здесь ребята учатся с 1 по 9 класс. По качеству образования школа находится на хорошем счету. В рейтинговой таблице среди всех основных общеобразовательных школ района по результатам сдачи ОГЭ занимает третье место. Особенно радуют итоговые баллы по математике. Готовит ребят замечательный учитель, участник краевого конкурса профессионального мастерства «Мужская профессия» Роман Климов. Залог хорошей сдачи экзамена – это, конечно, постоянная подготовка к нему, решение заданий, выполнение домашней работы. Ежедневная работа по подготовке к итоговой аттестации, выполнение систематических домашних заданий и, конечно же, решать, решать, решать. Последовательно прорешиваются все задания, которые будут выстроены на экзамене. В 2022 году школа показала высокий уровень знаний, хорошее качество и стопроцентную успеваемость. Думаю, в этом году будет не хуже. Немаловажной в образовательном процессе является физическая и спортивная подготовка ребят. Помимо освоения школьной программы, на уроках физкультуры ребята также могут познакомиться с такими видами спорта, как самбо и спортивный туризм. Благодаря реализации федерального проекта «Самбо в школу» в спортивный зал был приобретен борцовский ковер. Учитель физической культуры прошла курсы переподготовки. И вот уже три года школьники осваивают азы самообороны. Конечно, задача научить их в профессиональной борьбе не стоит. Здесь упор делается на общую физическую подготовку. Для школы я считаю, что это немножко сложновато для учителей преподавать такой вид спорта. Он все-таки сложный в своей научить различным падениям. Самое главное – это наша задача школы, то есть «по самбо», что касается. Научить детей правильно падать, хорошо кувыркаться, чтобы не было никаких травм. А в дальнейшем, если ребенку понравится этот вид спорта, он может пойти в школу, которая именно преподает уже, в самбо-школу, которую «Медведи» у нас открыли, новый комплекс. А так детям очень нравится, они готовы. Я считаю, что наша школа реализует проект «Самбо» очень хорошо. Помимо самбо, учитель в рамках внеурочной деятельности занимается с ребятами спортивным туризмом. Они участвуют в соревнованиях, ходят в походы. В школе дети находятся большую половину дневного времени, поэтому очень важно организовать для них горячее питание. В 14-й школе работает буфет «Раздаточная». Готовую продукцию привозит комбинат «Здоровое питание». Здесь блюда при необходимости разогреваются. Меню разнообразное, детям нравится. Мне нравится кушать в столовой. И еще мне нравится мое любимое блюдо – здесь красная рыба. У нас в столовой кормят очень вкусное, мое самое любимое блюдо – это запеканка со сгущенкой. Кормят нас красной рыбкой, котлетами, с макаронами, кашей. При подготовке школы к новому учебному году в столовой был проведен ремонт. Приобретены сушилка для посуды, печи и другое оборудование. В этом году, благодаря поддержке депутата законодательного собрания Виктора Васильевича Чернявского, главы района Асланского Романа Ивановича Синеговского, нам удалось провести текущий ремонт. Мы зонировали территорию линии раздачи и непосредственно приема пищи и обновили оборудование. Первое учебное полугодие завершилось. Сейчас идет самая длинная третья четверть. В школе созданы все условия, чтобы ее ребята закончили с хорошими оценками. Впрочем, как и весь учебный год. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».